Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. Сегодня мы будем читать 19-й псалом по тексту Септуагинты на русском языке и будем также проверять этот перевод дословным с еврейского. Значит, надписание 19-го псалма в конец псалом Давида. Мы уже с вами знаем, что это надписание в конец, такое же надписание и по-славянски указывает на пророческий характер этого псалма. Итак, мы читаем второй стих. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева». О чем здесь говорится? Здесь, конечно же, прежде всего говорится о том, что мы нуждаемся в том, чтобы Господь слышал наши молитвы, с которыми мы обращаемся к Нему. Особенно, когда мы обращаемся к Нему в день печали. Печаль свидетельствует о том, что уже какая-то беда настигла нас, и мы хотим, чтобы Господь не отвратил лица своего от нас в тяжелых обстоятельствах нашей жизни. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева». И мы часто вспоминаем слова одного из малых пророков, где говорится, что имя Божие — это крепкая башня, и правильно делает праведник, когда скрывается в ней. То есть имя Божие — это защита. И давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковлева». То есть Господь не отвернется от человека, который в трудных обстоятельствах обращается к Нему. Этот псалом является как бы ободрением для тех людей, которые пребывают в печали. И далее третий стих. «Да не спошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да охранит тебя». Здесь речь идет о том, что Господь не просто слышит, Он слышит из своего святилища, которое превознесено над всем творением, и где престол Божий. И в то же время Бог, который управляет из святилища бесконечно огромными величинами космическими, Он знает о печали отдельно взятого человека и готов протянуть ему руку помощи, чтобы поддержать этого человека. Четвертый стих. «Да поменет всякую жертву твою, и всесожжение твое, да будет тучно». И мы посмотрим, как получается дословный перевод управителю, псалом для Давида. «Да ответит тебе Господь в день утеснения». Здесь слово «печаль» передает словом «утеснение». Но это и правильно, потому что печаль стесняет любые действия человека. Когда человек пребывает в печали, он как бы ничего не может делать. «Тебе будет твердыней имя Бога Яковлева». То есть здесь как бы защита и твердыня, и скала – это как бы такие синонимичные понятия. «Да пошлет он помощь тебе из святыни, из Циона», то есть с горы Сион, из Иерусалима, «поддержит тебя». Действительно Господь силен обращать на нас внимание, когда мы пребываем даже в самых стесненных обстоятельствах. «Да примет он памятное от всех твоих приношений, и твое возношение испепелит». Вот там, где в Сутоагенте сказано, «Да поменять всякую жертву твою, и всесожжение твое да будет тучно». Еврейский текст делает акцент на том, чтобы жертвоприношение было бы принято от нас, то есть наша молитва – это тоже жертва уз, целиком, чтобы Господь всецело это все пожег огнем благодати, испепелил. И далее мы читаем, как бы пожелание продолжается, это как псалом благословения, «Да исполнит Господь желание сердца твоего, и всякое намерение твое да совершит». Здесь вот необходимо как бы истолкование, «Что значит Господь должен исполнить желание нашего сердца». Афанасий Великий настаивает на том, что мы должны радоваться с Господом на небесах, и блаженный Феодорит настаивает на том, что как бы речь идет о том, что мы должны сподобиться лицезрению Создателя, о чем говорится отчасти и далее. То есть намерение нашего сердца, получается, это возрадоваться в небесной жизни и блаженствовать вечным созерцанием Творца. Вот такое намерение сердца должно быть у нас. И тогда всякое намерение наше, оно совершится. То есть когда мы выстраиваем правильные приоритеты, что для нас на первом месте. «Возрадуемся о спасении Твоем и именем Господа Бога нашего возвеличимся». То есть наше величие заключается не в наших каких-то заслугах, а что мы имеем такого Господа. «Да исполнит Господь все прошения Твои». Продолжается этот псалом благословения. «Ныне я узнал, что спас Господь помазанника своего, а услышал его со святого неба своего, сильна спасающая десница его». Слово «помазанник» — это слово «Христос», и поэтому по-славянски это звучит «ныне познах, яко спасе Господь Христа своего, услышит его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы его». Вот эти слова могут относиться и к царю Давиду, который тоже был помазанником, но, прежде всего, они указывают на Христа Спасителя нашего, глаз которого был услышан с небес Богом Отцом, когда Сын восклицал «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» «И Господь услышал его со святого неба своего, сильна спасающая десница его». Она спасает Давида, но Бог Отец воскрешает своего Сына, и Сам Сын встает из гроба силой пастастного Божества действием Духа Святаго. «Одни на колесницах, другие на конях». Далее восклицает Давид, то есть люди надеются на свое оружие. «А мы на имя Господа Бога нашего призовем». Перевод по септуагинтии. И по-славянски это звучит почти так же. «Сии на колесницах и сии на конях. Мы же во имя Господа Бога нашего призовем». То есть мы, призывая имя Господне, мы становимся более сильны, чем нежели у нас были бы воинские колесницы и кони. «Они споткнулись и пали». То есть все эти колесницы, все эти кони, «А мы встали и отправились». Здесь можно вспомнить, как колесницы фараона бросились в догонку евреев, которые выходили из египтского рабства, но Господь свой народ провел через море, а египтяне приткнулись, и Господь опрокинул коня и всадника. И оканчивается псалом словами, «Господи, спаси царя и услышь нас в тот день, в который призовем Тебя». И мы посмотрим, как с 6 стиха и до конца это звучит с еврейского. «Возликуем в Твоем спасении и во имя нашего Бога знамя поднимем. Да исполнит Господь все Твои желания. Теперь знаю, что спас Господь своего помазанника, Он ему отвечает со своих святых небес геройствами своей десницей спасительной, эти на колеснице, и те на конях, а мы имя Господа, Бога нашего, мы поминаем». И вот здесь для нас, конечно, интересно, что говорится о неком знамени, которое мы должны поднять. Это 6 стих. «Возрадуемся о спасении Твоем и имени Господа Бога нашего». То есть здесь вот по-еврейски говорится о имени, как и о неком знамени, о неком знаке. Может быть, это пророческое указание Давида на знак креста, с помощью которого мы одерживаем победу над нашими противниками. И молимся победу православным христианам на спротивное даруя. Это как раз тропарь к кресту Господнюю. Итак, сегодня мы рассмотрели 19-й Псалом. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем рассматривать 20-й Псалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok